здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет пришел следующий вопрос почему великим постом так много родительских суббот я вам скажу по секрету что каждая суббота года это родительская суббота правда вы скажете у меня все родители живы имеется ввиду прародительская прапрапрародительская прапрапрапрапрапрародительская так или иначе мы составляем со своими усопшими родственниками единый род и какими были они такие и мы на самом деле благословенные семьи которые имеют прабабушек прадедушек и могут вовсе убедиться как их правнуки и правнучки похожи на них бывают внуки бывают дети очень часто на самом деле дети больше похожи на своих предков чем даже на родителей это генетика это духовная генетика никуда не деться духовной точки зрения все мы составляем единое целое если мы все крещены мы составляем собой единую церковь которые если хотите делиться на две части на земную воинствующую и небесную торжествующую и хорошо если конечно наши родственники в небесной церкви торжествующие то всякое бывает но даже если всякое бывает то пока мы еще живы пока господ второй раз на землю не пришел можно какие-то проблемы в духовной жизни наших усопших родственников устранить на эту другая тема давайте еще раз поговорим про субботы суббота буквально даже не перевод не переведенное еврейское слово шаббат шаббат суббота похоже очень шаббат буквально значит покой что еще делать по субботам как не молиться о покойниках что еще делать как не желать покоя тем кто то 20 то 40 то 70 кто 106 лет здесь бегал мучился тревожился и наконец-то может обрести покой и обрел его тело в земле душа в вечности там плюс-минус мы не знаем наверняка но во всяком случае раз в неделю по хорошему каждый христианин должен припомнить о своих усопших родных если есть возможность против храм помолиться на литургии на панихиде если нету ну хотя бы не забыть в утренних молитах молиться о всех усопших родных а почему в посту мы ставим особый акцент а когда же еще как не в посту люди чаще ходят храм люди стараются больше молиться не только меньше греха творить но и заполнять опустошившуюся от побежденного греха душу противоположным их добродетелями это надо помолиться попаститься писание почитать причаститься в общем наполнять свою душу благодатью вот и помогать всем 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 людям важно что дела милосердия это важнейшая составляющая часть великого поста про киса об этом гурина златоуст все святые что да есть гастрономическая составляющая но есть же более важно милосердие как вела златоуст подсчитай сумму средств которые ты тратишь на свой стол скромный подсчитай сколько стоит твое питание в течение поста и разницу дай нищим поста колоссальная социальная составляющая мы ее забываем но что такое панихида что такое за покойное богослужение то есть это во первых наше встреча с нашим усопшими родными это тот разговор с ними которого нам так сильно не хватает если мы этих людей любили и она всегда сопровождается каким-то даром гендоприношением или пожертвованием на храм или чаще всего приношением гид продуктов эти продукты тоже являются частью милостыни частью ваши вашими делами милосердия так уже не живым а усопшим точнее живым ради усопших в честь и память их ну мы как бы говорим я злой жадный и алчный и подобране душевно ничего тебе не дам но поскольку у меня есть усопшие родные и пачки говорят что надо в честь и память их что-то жертвовать ради умерших творить милостыню за них то вот я уже скрипя зубами алчным сам сердцем все равно что-нибудь от себя отделяю отдаю и знаете хорошо на душе становится потому что благодать выше всякой логики она дается людям милосердным вот и поэтому это тела любви в честь наших усопших родных есть тела любви в имя христа во здравии спасения душ наших есть тела любви по имя христа во здравии спасению душ усопших им телам мы уже никакой пользы принести не можем но можем принести пользу душам и поскольку господь бог в раме исаакова и якова не бог мертвых на бог живых и мы верим что это эти дела милосердия приносят пользу на живым душам наших родных и по окончании поста не забывайте что каждую субботу это день особого поминовения наших усопших родных приходите в храмы молите за них и не забывайте о них в этом самым и и принесете пользу и себе потому что бывает мы кого-то недолюбили кому-то редко звонили кому-то много неприятностей в жизни принесли так принеси теперь приятности души этого человека молись за него жертву за него и в этом брящите покой и своим душам и их внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео